Привет. Сегодня речь пойдет об одном проекте, который я начал еще летом и забросил к чертям собачьим. А между прочим, очень зря. Так, давайте обо всем по порядку. Июнь 21-го. Я только приехал из питерского трипа, заряженный по уши. Ну конечно, насмотрелся там, как пацаны фасады здоровенные заливают. Да и вообще всячески творчески оттягиваются. Захотелось как-то и самому уже что-то исполнить. Желание бешеное. А вот конкретики никакой. Че рисовать-то? И тут как-то сижу на ютубчике, и мне попался клип о сапроке. Kid Stand Around Fine. Охуенный ролик. Там Рокей в одной сцене предстает в образе вот такого вот кролика. Я подумал, ну забавно. Окей, если я ничего лучше сейчас не придумаю, нарисую его. Как вы уже поняли, я ничего лучшее не придумал. Похуй, пляшем. Только вот я решил немножко дополнить композицию. Вот таким вот баблом. Парень весь в золоте. Он об этом. Кстати, это мой первый проект, на который я получил спонсорскую краску. Кто следит за моей инстой, мог пронаблюдать, как я гонял забирать ее. Как тестил сочетание. Да-да-да, это все в инсте. Так что вы уже сами понимаете, что следует сделать. Ушастый ниггер. Знаешь, что это такое? Кто это? Кто? Я думал, это какой-то рэпер. Конечно. На тупак шакура не похож. Не, более такой современный. А, современных я не знаю. Да ладно, не ломай голову, все равно не угадаешь. Ты скитался? Нет, нет, нет. С цветными зубами? Покруче. Покруче? Угу. В тот момент вопрос с краслом еще был открыт. Золотым уже подавно. Его нужно много. Что-то золотого не было. Но если Red Fox, то не котируется. Почему? Ну, потому что это гешман. Ну, почему? Потому что это ад, а не краска. Другое дело, Артончик. Посмотрите, какая прелесть. Играет прям как настоящая голда. Дорого, богато. Red Fox. Причем, помнишь, мы же его использовали в тотеме. Вот там, по-моему... И да, было-было дело. Или не было. Что-то было. Какой-то я маленький сделал. Ну, тут точно такой же прикол, как и с Фойлер. Формат один в один. Надо его за ухо цепануть. Только там я делал специально под вечеринку, а здесь чисто на улицу. Причем под конкретное окно в конкретном районе, в центре Москвы. Угадайте, где, блядь. Чистые, чистые пруды. Опять чистые пруды. Эх, времена дешевой фанеры. Ну, нормально. Здесь все по классике. Переводим форму на лист, и Рамыч выбиливает. Он уже просто как ЧПУ хуярит. Тютельку в тютельку. Ну, конечно. Сколько мне уже фигур выпилил. Опыт. Опыт. Это, кстати, один из тех моментов, когда я окончательно и бесповоротно решил, что лучше сделать качественно. Да, потребуется больше времени. Но не суетиться в торопях и пытаться выиграть один день, при этом постоянно натыкаясь на косяки и недоделки. Лучше успокоиться и потратить на каждый этап столько времени, сколько нужно. Это же твое детище. Как ты можешь проецировать в мир халтуру? Не понимаю. Ну, с другой стороны, все люди разные, каждому свое. Но для себя я железно решил. Если я не успеваю, значит мне туда не надо. Старь говно для нас, для мужиков. Анишка поклоняется. Он любит разбирать. Что это? Отверточки. О, прикольно. Миновать такую штуку нельзя, да? То есть то, что щипал. Ну, наждачка большая, крупная, злая. Ага. Она как бы много цепляет. Не, а сама по себе, типа, вот есть пилки, которые чистый распил делают? Ну, я думаю, есть. Вот такие дешевенькие. Надо маленький зуб. Здесь зуб большой. Ага. Надо с маленьким зубом ставить. Чтоб более чисто было. Ну, или на распиловочном станке есть. Все распускать. Ну, как бы, либо на ленточке. Тогда, ну, вот баба, видишь? Более чисто. Ну, да. Там был, короче, ворс с другой стороны, как будто, знаешь, вот вышибало. Ну, да. Но оно пилит с одной стороны чисто, а... Не, в любом случае, после обработки... А это так, как бы, и сюда, и туда, и... Да. В любом случае, после обработки, она, ну, необходима. Ну, да. Хотя бы, так, как говорится, причесать. Ну, да. На самом деле, зависит от размера поверхности, куда я захочу его поставить. Я, в принципе, знаю, куда я хочу, но я не помню точные размеры. Если будет площадь позволять, не обязательно лепить близко, видишь? Тут такое чувство, как будто у него, ну, диалог из глаза идет. Не всегда это бесило. Лучше дать дистанцию, но направить хвостик прямо в рот ему. Тогда это будет смотреться намного лучше. Ну, опять же, если далеко, отводить уже не смотрится, видишь? Ну, да. Тут надо оптимальную какую-то дистанцию найти. Мне кажется, вот где-то так. А может, вот так. Так как в тот момент на руках нужных цветов не было, универсальный вариант. Сначала вкатываем грунтовкой по дереву. Это позволяет красочке ложиться ровненько, не впитываться в древесину, ну, и уверенно держаться на поверхности гораздо дольше, чем без грунтовки. Проверено. 100%. А еще с этой работой связана вот такая многосоставная история. Вся прошпаклеванная, прогрунтованная, идеально вышкаренная. Я вам пока рассказывать не буду, для чего это. Но если с этим все попрет, то это мое будущее. Тут несколько уровней, и потом это все будет приклеено. Между собой. Ну, пипец, как нравится. Все будет покрашено. Она в грунте. Ну, пока вот так. Я еще не успел ничего доделать, поэтому показать вам больше и нечего. Конец года, сами понимаете, сейчас тут такие дела. Никакие, блядь, просто я проебываюсь. Ну, вы не переживайте, все впереди. Начнем год прям с самого бодряка. Поэтому подписывайтесь на канал, на тикток, на всю хуйню. И радуйтесь жизни, друзья. Впереди 2022. Всех люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok